всем привет ребята всем здравствуйте у нас сегодня понедельник в нашем поселке выходной там у ванюша у нас сегодня дома мы все вместе четвером дома нету только что поела и вот я сделала отрыжку и уснулась буду перекладывать в кроватку в общем смотрю на свое лицо и в общем а еще меня смотрите вот на телефоне хорошо видно видите пятно на руке у меня сильная анемия и перед тем как меня выписывать мне оставили эту капельницу с железом через через вену и что-то пошло не так и у меня на следующий день появилось такое вот пятно папа говорит что пройдет значит кстати на телефоне очень сильно видно это пятно так в жизни она практически незаметно на телефоне капец как видно вот у меня очень сильно упала железо потому я его сейчас а после больницы еще продолжаю пить также таблетка что еще хотел сказать а по поводу лица как бы было лучше но и сейчас опять пошло воспаление мы не посоветовали другого врача еще одного я хочу к нему попасть позвонить единственно что там очень сложно попасть именно к нему нужно ждать я вот думаю записаться подождать и как бы проконсультироваться можно ли делать процедуры при грудном скармливании вот хотелось бы все-таки как-то чтобы мне помогли с лицом потому что она то хуже то лучше и моё питание вообще никак не влияет на на лицо потому что вот ну хотя я была беременна я же не пила кофе долгое время вообще и молоко в принципе тоже не пила вообще это то что мне как бы говорят что нельзя употреблять при моем заболевании вот и лицо у меня лучше не стало а наоборот ухудшилось но я никаких изменений по не увидела и хочу записаться что-то делать своим лицом но пока вот так вот это это уже намного лучше ну и плюс iphone я на телефон сейчас снимаю он всегда как-то по-другому более ярко что ли передает цвет лица бензина как и на руке очень сильно видно на самом деле так она и сильно не видно и что еще хотела сказать а вчера кстати вчера многие написали раз можно кушать столько острого при грудном скарме не ребят вчера все что мы ели не было ничего острого я кстати острая не кушаю вообще в принципе из-за кожи но и плюс острая мне не нравится но сам по себе вкус пикантная да чуть-чуть такое пикантненько да то есть окей это совсем немножко а острого и так вообще ничего не ем ну и да как многие написали подписчики у нас нет никаких диет и я ем все то же самое что ела и при беременности а вот есть на что сказали не злоупотребляйте допустим какими-то аллергенными фруктами вот а так есть абсолютно сюда же апельсины клубы тинка и все остальное но естественно не есть это все килограммами ну и смотреть как бы как реагирует ребенок я ем постоянно помидоры салаты и со стулом у анюты все прекрасно и с ванюши он тоже самое я ела абсолютно все поэтому в этом плане вообще абсолютно не переживаю естественно все где стараюсь делать по уму вот не перебарщивать конечно когда-то фастфуд ем я и при беременности мне так хотелось бургеров поэтому я ела бургеры в макдональдс в целом в приоритете конечно этот сейчас мне вот очень хочется салатов и каждый день салаты и вчера тоже заказала салат очень вкусно если что ванюша у меня съел всю курицу с моего салата вот а я уже доедала листья сухарики и соус сыра и помидорки вот по поводу моего настроения у меня последние три я наверное очень не знаю как это назвать у меня просто льются слезы градом рекой и я стараюсь себя держать в русле но я думаю если еще пару дней мне это будет продолжаться все-таки обратиться наверное в общем поговорить с кем-нибудь потому что я чувствую что со мной что-то ну не так как было с ванюшкой я помню кто ванюшка родила у меня была очень сильная эйфория очень яркое чувство радости ну то есть я ощущала себя совершенно по-другому вот то сейчас я просто могу беспочвенно прожидать просто смотрю на своих детей и и плачу потом успокаиваюсь в общем да и плюс вчера так нагулялись я так устала у меня так все болело конечно переборщила я вчера с прогулкой я уже шла в машину у меня жутко болел живот болел шов и я села в машину и это выдохнуло в общем как-то я теперь мы переборщили то есть не мы не рассчитывали что так просто долго получится что мы так были но долго будем гулять но сегодня например в кровати максимум выйду на улицу с ванюшкой с анюткой это не факт потому что у что-то как-то так ветрено и прохладно у нас упала температура то есть конец февраля и у нас прям такой и зимний зимний холодочек вот пока лежу и анюточка мы тут вид мой крошечка а ванюша с вами это играет в зале мы с ванюшкой сегодня весь день играем вместе сейчас мы выбрались на улицу ну что он сам такой говорит пошли на улицу поделись тепло ванюш не порти растения зачем ты оторвал но не надо их ломать чем убежал будешь прыгать на батуте да и пусть с нами тут гуляет один ванюшка нам сегодня с катюшей настроение поднимает на самом деле настроение совершенно нету вот и такой себе конечно мы пытаемся как-то отстрогили вас дети есть нужно себя подбодрить нас они же все чувствуют но сложно сложно упал поэтому упал до не знаю если это не ванюшка с анюткой расклеились бы вообще совсем наверно не что-то взяли играл с вами что-то тут строили так мультики у нас кофе анюта спит у нас везде щенячья патруль ваня сонюши гуляют на улице у нас тут коробки о класс пришли детали да похоже на попугайчиков ты кушать хочешь кушать будешь пока нет ты катаешься что я проголодалась ой какое у нас красивое небо море пришла посылка классно то что можно сегодня собрать этот да наш гамачок да холодно холодно на улице что ты оделся бы потеплее оделся бы потеплее мишка ну вот это надо кстати позвонить что приехали забрали у нас вот эти вот пакеты с этими с иголками и а это с крыши и вот тут вот это пришел робот пылесосована занести домой а коробки выкинуть у нас там еще одна коробка стоит нужно убраться до до ванюшиного дня рождения завтра в садик пойдет и я думаю малышку в коляску ай да точно в морозилке мы лежали булочки мы в икее покупали замороженные с корицей вот я их приготовила в духовке буквально 15-20 минут очень вкусные мне понравилось то что будем теперь туда в икее будем брать домой чтоб лежали просто хочется чего-нибудь сладенького вот так что у нас есть булочки к чаю вот у меня на кухне организовался такой уголок молокоотсос мне вот такой вот полотенчика на нем я все сушу вот такая вот у нас бутылочка классная вот ее можно быть посудомойки под очень горячей водой и сама сосочка тоже классная фирма вот такая вот и для молока который я замораживаю что молока пришло много я использую такие вот пакетики подписываю и в морозилку создаю так сказать банк молока сегодня на ночь нужно будет мне чуть-чуть стыдиться чтобы я укладываю ванюшу спать а ваня кормит анюту если она просыпается во время когда я укладываю и пользуюсь вот этим вот гелем для мытья всего детского у меня тут уголочек рядом с колоночкой получился плова приготовили много целый казан вот поэтому я сейчас от готовки это чисто салатик нарезать и разогреть плов вот но у нас есть и говядины и креветки и корочка то что покушать у нас есть магазин принципе ехать не нужно частью нибудь перекушу потому что после каждого кормления или перед кормлением хочется кушать голод в такой страшный и как раз уже совсем скоро анюта проснется я ее буду кормить и надо подкрепиться попить чай и еще сделаю себе наверное салатик ну и разогрею плов не знаю может быть знаете хочется именно чего-нибудь мучного не знаю может макарошки отварить что такое хочется более сытное но при этом очень хочется салата знаете чтобы было что-то хрустящее и свежее у нас на следующей неделе передают дожди и с понижение этого температуры что дома так не то чтобы прохладно дома хорошо просто за окном конечно холодно мы малышке заказали такой же стульчик как и у ванюшки вот он вот только естественно сейчас она не умеет сидеть и у нас есть вот такой гамак он остался от ванюшки раньше ванюша в нем лежал мы все постирали заказали базу ножки вот а все остальное у нас есть от ванюшиного столика столик и чехол что произошло не получается вставить вставание сейчас все они сейчас на ножки поставят и ура все можно будет все вместе короткие длинные сзади кому интересна фирма сейчас вот приближу вот так выглядит нам очень понравился но все регулируется под возраст очень классный стульчик и сам гамак гамак тоже регулируется по наклону сейчас ваня соберет и анюту положим и будем здесь вместе в зале время проводить я разберусь с подушками с одеялами гора такая разобрать все у нас уже ночь мы поужинали с вами выжили деток спать я сейчас все погладила подготовила для садика ванюшки все его вещи вот и сейчас собираемся уже укладываться я по мере вот день сегодня такой очень сложный напряженные эмоционально вот очень переживаю за родных которые у меня в украине и и в россии во все за всех потому что наши все родственники разбросаны все живут где кто вот и сегодня на так сердце не на месте стоит вот созванивалась с папушкой она у меня бодрячком я очень этому безумно рада вот поговорили с ней мне стало много легче когда я услышал ее голос и услышала что она такая на позитиве старается потому что как без него и сегодня наши дети прочувствовали что с нами что-то не так воню говорит ванюша хубни и слезы наворачиваются ванюшка подходит к ванне и говорит папа почему ты не улыбаешься наш маленький котик спит то что ребятки спокойной ночи и второй наш котик котеночек такой спит мы уже укладываемся то что ребята возьмемся с вами завтра всем спокойной ночи всем пока 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 пока